Царя Царей Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, что дал радость земную пребывать в общении с ним. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови, что дал радость земную пребывать в общении с ним. Слава Богу, слава Богу, мы Отца благодарим Саицу за кровь святую, что ее за нас пролил Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что нам радость неземную пребывать вообще не с ней Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что нам радость неземную пребывать вообще не с ней И сегодня в день воскресный все ты нас благослови И пошли нам в дух небесный, чтоб прибыть к твоей любви Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что нам радость неземную пребывать вообще не с ней Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что нам радость неземную пребывать вообще не с ней Господи, о, Аллилуйя, душам радость ты даешь Всех нас дуром наполняешь и в обитель всех ведешь Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что на радости земную пребывать вообще не сни Аллилуйя, Аллилуйя, Господа благослови Что на радости земную пребывать вообще не сни Пусть земля вся утверждает, что того я не спасён Дух мой песню воспевает, принято твой населён Радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасён Пусть весь мир следит и ноет Знаю я, Христов спасён Знаю я, в кого я верю, дух мой в нём не сокрушит В жизни всякую потерю с радостью снесу я с ним Радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасён Пусть весь мир следит и ноет Знаю я, Христов спасён Знаю я, Христов спасён Несу места для сомненья В сердце избранных тобой Час-минут на пальцах тренья Будь на страже пасты мой Радуйтесь со мною, люди, нет сомненья, я спасён Пусть весь мир следит и ноет Знаю я, Христов спасён Знаю я, Христов спасён Знаю я, Христов спасён Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любовь твоя неисперима Такой отец, какая моя Отдаст нас смерть родного сына, чтобы за грешными, чтобы за грешными он был распят Мама Отче, Мама Отче, Отец Небесный дорогой Мама Отче, Мама Отче, Мама Отче, Ты со мной Как земля встречает солнце Так ожидаю я тебя Когда ты входишь в моё сердце Тогда я знаю, я твоя Отец, любимый, добрый, басты Ты будь твои объятия Мама Отче, Мама Отче Отец Небесный дорогой Мама Отче, Мама Отче, Мама Отче, Ты со мной Отец Небесный дорогой Аллилуйя Аллилуйя Отец Небесный дорогой Аллилуйя, 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 Ты со мной Аллилуйя, 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 Аллилуйя Чудесный, великий наш Господь. Давайте вместе скажем слава Ему. Вы знаете, Псалом Певец говорит то, что Ангел Господень ополчается или окружает вокруг боящихся Его и избавляет их. Вы знаете, Бог, Он действительно очень заботится о нас. Скажем аминь или нет? Даже однажды Иисус сказал так, что взгляни на птиц небесных. Не сеет, не жнут, не собирает. Бог заботится. Посмотри на траву, посмотри на лилии. Даже Соломон в свое время не был так высоко, потому что в народе израильском Соломон это был, во время Соломона это было как пик израильского времени. Они были самые богатые, самые славные, самые prosperous. Вот это как раз время. Он говорит, даже лилии, насколько красиво они сделаны, что даже Соломон во своей славе не был так одет. Слава Ему за это, что Бог заботится о своем творении. И более то, что Бог заботится о своих детях. Те, которые призваны по имени Его, те, которые, может, рожденные свыше, имеют Духа Святого. Бог заботится о нас. И даже бывает так, что мы даже не знаем и не понимаем, когда даже Бог и заботится о нас. Потому что Псалом 1 в другом месте говорит то, что еще нет слов на языке моем, ты уже знаешь все совершенно. То есть, даже я когда еще не спросил, даже, может, я даже не знаю, за что спросить, или я даже не знаю, что сказать, ты знаешь. И ты не только знаешь, ты знаешь, что все совершенно. И ты выходишь навстречу. Вот какому Богу мы служим, что Он знает. И даже, я думаю, многие у вас согласятся, что есть моменты в жизни, что вы не просили, вы не молились. Но Бог ответил. Бог благословил. Бог вышел навстречу. И за это, давайте скажем Ему, слава. Слава Богу. Я сегодня бы хотел немножко такой иметь другой формат. И я просто бы хотел поговорить о том, как силен, как могущественный, какой прекрасный есть наш Господь. Мы прошлой неделе были в Саут-Каролайне. И я поехал по работе. Моя жена, моя дочь была со мною. И вы знаете, мы там просто видели Божью, большую Божью милость в нашей жизни. Потому что в одну из суббот моя жена позвонила. Мы вообще, когда приехали мы в Колорадо, у нас, конечно, были свои причины, почему сюда приехали. А с другой стороны мы думали, вот почему мы здесь? Вот на такой, может, глубже уровне. Почему мы здесь именно в Колорадо? И когда мы были в Саут-Каролайне, моя жена мне позвонила и говорит, я думаю, я знаю почему, одна причина, почему мы в Колорадо. И она начала плакать. Я говорю, что случилось, что происходит? Она говорит, дом, который мы продали, он сгорел. Я говорю, она меняла мою машину, я говорю, приедь, возьми меня, мы поедем вместе. Мы поедем вместе, посмотрели точно, где наша комната была, была комната нашей дочери, до дна сгорела. Я начал говорить с соседями, там был один русский человек, который приехал из Вашингтона, звали его Богдан. Начал с ним говорить, и он говорит, что в августе была гроза, и молния вдарила этот дом, и он сгорел. Знаете, это иногда даже просто тяжело объяснить, потому что ты понимаешь, что ты там должен был быть. И эта трагедия, это должна быть в твоей жизни. Потому что мы все-таки планировали дом продать, но мы в августе точно его не продали. Но как мы приехали, мы просто уже продали его в марту. И мы просто видели то, что Бог нас сохранил в этой ситуации, и что имел свою милость. Мы, конечно, туда прилетели, но назад я купил машину и хотел ее привезти назад, в Колорадо. Когда мы выехали уже на следующую субботу утром, дорога была чистая, все было хорошо. Но когда мы поднялись в Норд-Карлайну, там горы, конечно, те горы, которые в Колорадо, и там не сравнить, конечно, там были как холмы, но мы называем их горы, там называют их горами. Мы поднялись, и там был снег, целую ночь ушел. Дороги были нечистые. А перед этим, в прошлую неделю, мы там были на молитве, было слово ко мне, там было пару разных вещей сказано, но было прощество о том, что если бы только знал, какая большая защита над тобою. Ну, мы это послушали и говорим, слава тебе, Бог, конечно, что скажешь. Когда мы выехали, я выехал на мост, уже моя жена и ребенок спали в машине, и я понял то, что я потерял контроль об машине, она просто несется на льду. И говорю, Боже, помоги мне. Когда эта машина дернулась, я понял, что уже мы едем, все нормально. Мы только проехали на этот мост, и вижу, там был карго-вэн перевернутый. Потому что, как получается, ты едешь там, если несет, и только ты, ну, асфальт, он более доцепляет, да, правильно, цепляет. И просто перевертает машину, потому что дорога уходит в сторону. Я так сказал, Бог, слава тебе, это, конечно, твоя милость большая надо мною. Мы приехали целый день. И приехали здесь в Канзас, Стопак, если кто знает, и там остановились на ночь. Утром мы встали, и выехали, ну, выехали в воскресенье утром. Если кто знает Канзас, кто сюда ездил, там дорога такая вся, да, она неровная, ты на гор поднимайся, опускайся, поднимайся, опускайся, и так целые 6 или 7 часов. И мы выехали утром в 6 утра, и я еду. Моя ждача была со мной, мы говорим, мы поднялись на один, и за горбой я вижу, что едет машина мне навстречу. Вдалеке где-то, я думаю, может, дорогу ремонтируют, знаете, бывает, когда ремонтируют дорогу, смещают две линии, да, чтобы проехать, пока они здесь ремонтируют, тогда они… Мы едем дальше. Мы поднялись на второй, ну, хом, вот этот, я вижу, что там нету дорожной работы, и машина все-таки едет к нам. Уже поднялись на последний, я говорю, моей жене, мне кажется, эта машина едет в обратную сторону, прямо на нас. Она говорит, так само думаю, я был с левой стороны, мы перестраиваемся на правую сторону, и, к нашему удивлению, эта машина перестраивается с нами, едет прямо на нас. И мы где-то, мы уже ехали примерно 75 миль в час, там такой спид-лимит. Моя жена начинает так немножко молиться сзади, потому что мы не знаем, что происходит, и я просто сказал то, что в этот момент я имел мир, имел такое, так сказать, как спокойствие, то я понимаю то, что мне нужно машину, в машине скинуть, сбросить скорость. Я сброшаю скорость, машина замедляется немножко, и когда машина уже подъезжала, я просто даю газу и выезжаю на emergency, на shoulder lane, и получается, что едет машина так, она поезжает, и я так объезжаю ее. И мы объехали, я весь начинаю уже труситься здесь, потому что понял, что только что произошло. Я говорю, моей жене звонит 911, она звонит, мы говорим, что машина нам сдарила, едет на обратную сторону. И там возле этого была алистерия, мы заехали, чтобы успокоиться немножко, потому что все-таки тяжело. Мы просто начали благодарить Бога, и даже взрослый, что не понимаешь, что происходит. Это был Ford F-150 pickup truck, там такой фрейм хороший, если бы нас ударило, то было бы с концами, конечно. И мы едем дальше, примерно приехали, может, 3-4 часа здесь на границе, где есть Кэнзас и Колорадо, и мы там остановились заправиться, покушать. И я говорю, жене, проверь, если ты можешь, эти новости, что произошло, может, туда есть новости. Она нашла новости и тоже начала плакать, что происходит. Она говорит, что есть в 6.30, эта машина вдарила другую машину на встречу, и 5 человек погибло. И водитель погиб, машина зарела, и там 4 погибло, один в критическом состоянии. И вы знаете, тяжело иногда просто сообразить, думаешь, вау. Потому что это было секунды дела. Когда ты видишь это и понимаешь, что это просто милость Божия. То, что ты не можешь себе ничего не предать, не отдать, это просто Бог защищает, Бог имеет свою милость над тобой. И вы знаете, уже мы приехали назад, и как-то уже вечером мы дома сидим уже, и я думаю, вау, этого вечера просто не было сегодня. Просто Бог на сколько заботится. Мы, я, жену, не знали, что это в этой неделе, это видели, произойдет, что мы узнаем. Но мы видели это все, мы через это все прожили. И просто понимаешь, действительно, насколько Бог заботится о тебе. Насколько Бог, Он любит человека. Насколько Бог, Он заинтересован в тебе. И Он, бывает, пользует других людей, чтобы ходатайствовать за тебя. Вы знаете, когда мы уже приехали, я пару людям говорил эту историю. И, знаете, были свидетельства от этих людей, говорят, что мне было побуждение от Бога молиться за вас. Что как-то меня Бог побуждал, я молился. Не знаю, почему я молился в духе. Была одна из таких свидетельств, может, что один человек говорит, скажет, что, вы знаете, что я видел о вас, ну, в таком, как это может, видении. То, что вот вы, что ты, твоя жена, твой ребенок, они лежат в гробе. Когда я это видел, я просто ходатайствовал. Он очень сильно молился за вас. И что Бог, Он просто вышел на встречу, и это все ситуации, и просто не стало. Что все хорошо, все благословенно. Что Бог, Он защищил. Вы знаете, я бы хотел сказать то, что, когда Бог вас побуждает молиться за кого-то, молитесь. Если вы даже не знаете, почему молитесь с Духом, это почему мы имеем Дух Святой, это почему мы имеем дары языков, чтобы молиться за человека. Мы не знаем, о чем молиться, но Дух побуждает нас. Мы говорим слова, которые мы не разумим, но Дух побуждает нас молиться. Вы знаете, я хотел бы еще на такой маленькой свете сказать то, что, когда я еще был, ну, я еще не старой, но был когда помоложе. Я хотел сказать молодой, но я... Вы поняли. Да, спасибо. Я когда-то, я не знаю, кто знает, longboard, longboards, где такие доски, на горы катайся. Мы катались однажды, и я помню один момент, мы брались за машину, нас поднимали на горы, вниз мы ехали. И я помню один момент, который был, то, что, когда мы едем, и такой-такой поворот идет, и в задних этих поворотах мне побуждение просто, вот помолись, вот возьми просто, помолись. Ну, кажется, такое время хорошее, думаю, ну, а в чем молиться, не знаешь о чем, ну, просто в духе помолился немножко, и едешь дальше. Тогда мы приехали через другой поворот, и я понял то, что мой longboard застреливает за другого longboard, и я переворачиваюсь. И когда я впал, я понял то, что я лежу вот здесь, и возле меня проезжает колесо машины, потому что я держался. Я не говорю, что это глупо, никто не делает, пожалуйста, но такое было. И когда я уже встал, потому что тяжело, я вернулся, я встал, и вижу, что в одной стороне обрыва, здесь была машина, получается, проехала, и Бог сохранил. Вы знаете, это мне было свидетельство за то, что всегда нужно молиться. За людей, за себя, молитесь в духе, если Бог побуждаетесь, если в духе побуждаетесь, молитесь, молитесь. Вы знаете, это есть результат того, что мы служим живому Богу. Мы служим истинному Богу. Наша вот такая, это не есть религия слова, это не есть религия традиции, это не есть какая-то организация, которой мы собираемся здесь, да, какой-то кружок какой-то. Это и есть, мы служим живому Богу. И Бог, Он видит тебя, Он видит твою ситуацию, видит твою жизнь, видит меня вперед, Он предупреждает много раз, Он побуждает много раз. Он выходит навстречу, и через это мы видим, что Бог, Он не живой, что Бог, Он действует в твоей жизни сегодня, в тебе, когда даже бывает, ну, враг душ наших. Он замысляет, потому что Павел пишет, что нам не беззвестны Его умыслы, то есть мы знаем, мы понимаем Его умыслы. И в другом месте Павел говорит то, что, но верен Господь, который утвердит и сохранит от лука Бога. Бог, Он не сверен, Бог, Он выходит навстречу. Поэтому как важно молиться всегда, молиться других людей, если Бог побуждает, и просто вызвать славу Богу. Потому что есть моменты в жизни, которые мы просто не знаем, есть моменты в жизни, которые мы просто не понимаем, мы не видим ситуации, но Бог, Он выходит. Бог, Он заботится, и Бог, Он являет свою милость и Свое благословение. Поэтому я бы просто хотел сегодня вместе воздать славу Богу. У нас будет молитва сегодня, сейчас, чтобы мы просто славили Бога, мы просто благодарили Бога, что Он есть такой великий, чудесный, прекрасный, любящий Отец, который заинтересован в твоей жизни, который хочет иметь отношение с тобой, который хочет говорить о твоей жизни, хочет, чтобы ты служил Ему. И давайте поблагодарим за Его милость и благодать. Помолимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова То, что нам приготовил Отец И венец, ну конечно венец То, что нам приготовил Отец Аллилуйя! Аллилуйя! Я размышляю о тебе, о той милости большой, Что явил ты мне, как потухшую свечу. Ты зажжёг меня, и гореть тобой хочу. Святой, святой, великий Бог, все сын и Бог, Повещаю с тобой. Святой, святой, и на земле, и в небе, Все в твоих лишь руках взял Тон. Я помышляю о тебе, как нашёл меня в слезах Беспроклятный цвет. Твой луч света воссиял, и любовью вечною ты меня обнял. Святой, 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 великий Бог, все сын и Бог, Восхищаюсь с тобой, святой, святой, и на земле, и в небе, В небеса, все твоих лишь руках взял Тон. Святой, 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 великий Бог, все сын и Бог, Восхищаюсь с тобой, святой, 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 и на земле, и в небеса, Все в твоих лишь руках взял Тон. Святой, 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 и на земле, и в небеса, Все в твоих лишь руках взял Тон. Святой, 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 и на земле, и на земле, и в небеса, О цели поездки, что я ожидал от нее. Вы знаете, Господь, я думаю, для вас это не секрет, что неоднократно, неоднократно говорил в нашей церкви через пророческое слово о том, что Он хочет наделить, наделить многих братьев и сестер дарами и использовать молодежь вот в этом большом важном деле. И Господь открывал нам, что Он будет изливать силу Святого Духа на нашу церковь. И вот это вот обещание, вот это, знаете, ожидание действия Господа, если посмотреть на все это, то это очень серьезное желание Господа. И нам нужно вот как бы подготовиться. И Господь, Он говорил о том, что будет призывать людей, будет использовать нас для того, чтобы люди спасались. И вот я вот, у меня были такие вопросы, друзья, вот у меня были такие вопросы. И я вот с этими вопросами поехал в Бразилию. Мне хотелось бы просто с братьями поделиться и спросить вот ихнего совета, ихний опыт, чтобы они немножко рассказали. Мы знаем все прекрасно, что Господь посылал дары Святого Духа для назидания церкви, для того, чтобы они были использованы церкви для того, чтобы мы созидали все. Ну и, конечно же, после того, как брат Василий передал служение или как ответственность за церковь, то в основном как бы основное направление, основная ответственность на мне лежит. И я хотел бы, друзья, вот хотел бы поделиться этим моим сердцем, что хотелось бы служение строить и направление наше вот идти не каким-то разумением или выученными, знаете, каким-то, может быть, опытом каким-то человеческим. Не просто знаниями построенными человеческими, хотя уже в христианстве очень много различных знаний собрано, как Господь открывал для одной церкви, для другой церкви. И в ихнем случае это было очень успешно, потому что им Господь открывал, знаете, но хотелось бы, чтобы в нашем церкви такое направление выбрать, чтобы Господь сам вел, Господь открывал вот это направление. И если мы будем следовать вот этому пути, тому, как Бог будет открывать, то тогда будет успех. То есть я вот, вот возможно ли так, чтобы Господь, Он действовал не иногда, а каждый день через духовное дарование, чтобы Он вел, чтобы Он открывал нам. Возможно ли, чтобы, например, вот такой момент, чтобы дары Святого Духа, они принадлежали не просто сосуду, через которого Бог действовал, но, например, там, тот человек, он может прямо дома на молитве, например, использовать их, но для назидания всей церкви. То есть вот, вот как этого достичь? Возможно ли нет, так настроить служение в церкви, чтобы это было для нас, для всех назидание? Возможно ли нет, чтобы дары использовались таким образом, чтобы они объединяли церковь, чтобы это не делило, знаете? Потому что когда один, может быть, два сосуда, то это может быть легко. А если Господь говорит, я дам много, я буду использовать много, то мы ожидаем, что много будет, да, сосудов, Господь будет много использовать. То есть вот правильно с самого начала выбрать такое направление и такую работу с братьями и сестрами, которых будет использовать Господь, чтобы все было к назиданию, друзья мои. Каким образом тогда нужно наставлять сосудов для того, чтобы все это объединяло нас вместе? То есть вот с такими вопросами я поехал и задается вопрос, а кто там такие братья в какой-то Бразилии, что они могут ответить на этот вопрос? Задается сразу такой вопрос, знаете, и это был один из моих вопросов, я просто хотел их спросить, как вас Бог вел и как вас Бог учил? И, знаете, они рассказали такую очень интересную историю, что, в принципе, они говорили, что Господь сильно очень начал пробуждение в ихней стране. И все началось с одного брата, которому Господь послал откровение. Он жил в Чикаго, он был сам шведом, и Бог ему послал откровение в 1915 году. Бог его наполнил Духом Святым и послал ему откровение и дал ему разумение, чтобы он ехал, дал ему название даже штата, куда поехать, и город ему дал. Я хочу, чтобы ты поехал туда-туда, это был, его звали Данил Берг, он был миссионер в Швеции, и в 1915 году он поехал в Бразилию. Это за шесть лет до того, как Воронаев поехал на Украину. То есть это было одно и то же время, излияние Духа Святого, очень сильно Господь начал действовать. И вот этот миссионер, он поехал в штат Пара, и он там начал открывать церкви, и Бог просто очень сильно действовал силой Духа Святого, совершал многие дела, и благословение было на нем, и то, что потом многие церкви, которые основались, это стало частью Ассамблеи Бога, церквями Ассамблеи Бога в Бразилии. То есть Дух Святой начал действовать около ста лет назад, сейчас уже 2020 год, около ста лет назад в той стране. И вы знаете, вот много динаминаций, много церквей открылось. Но в 1967 году в одной из пресвятерианских церкви Бог наполнил Духом Святым несколько человек. Это были молодые люди, и Бог начал среди них работу, вы знаете, начал открываться. И за то, что им начали откровения послаться, Бог начал говорить им, то их просто взяли и с церкви сказали, знаете что, друзья, вы в нашу церковь, мы этому вообще не воспринимаем подобные вещи, вы просто к нам больше не ходите. Их попросили так, знаете. И вот они начали собираться, молиться, и Бог им начал открываться и говорить, знаете, я хочу, чтобы вы не примыкали ни к одной, ни к той церкви, вы просто молитесь, ищите меня, и я буду действовать среди нас. Я хочу действовать среди вас. И Бог начал их использовать. Через очень короткое время начала церковь, организовалась церковь, потом вторая, третья. И вы знаете, в один из дней, в апреле, Бог послал им откровение и говорит, в апреле послал откровение, говорит, я хочу, чтобы вы открыли 100 церквей до конца года. Такие, о, интересно. Вот интересный момент такой, в принципе, они очень серьезно, одна из характеристик братьев там, что они очень серьезно относятся к откровению. Они, о, все, все, мы организуем команды молодежи в каждой церкви, вот у нас несколько церквей, молодежь будет ездить по небольшим селам, по небольшим городкам, и вы знаете, вот они начали эту работу, и удивительно, они думают, как это вообще возможно, как это возможно это сделать? Но, знаете, с апреля до декабря они были способны, в нескольких городах трудились и открыли 100 церквей. Потом в следующий год опять было откровение, ну, как бы, вот так их Бог вел. И как результат вот этого послушания Богу и хождения с Богом, что произошло? Прошло, это был 67-й год, прошло около 50 лет. Но после основания церкви, вот в церкви, в объединении, это, ну, не одна церковь, но это объединение много церквей. Из-за того, что они много церквей открывали, они небольшие, но они, как бы, в разных частях города, они где-то от 100 до 150 церквей, но сейчас их находится около 5000 церквей, около от 100 до 150 человек, членов церкви в каждой церкви, это примерно где-то 750 тысяч членов насчитывается в их объединении. Церковь небольшие, но постоянно организуются новые общины. И вот для того, чтобы учить людей, наставлять их, то они немножко так вот организуют семинары. Примерно каждый член церкви, они ободряют для того, чтобы каждый член церкви, он два раза в год выехал на такие семинары, у них семь уровней разных семинаров для только что обращенных, для тех, которые уже несколько лет церкви, вот, их ободряют и вдохновляют. И мы были, у нас была возможность такая, у всех, кто приехал туда, была возможность находиться в таком центре конференций. Такой центр конференций, вот, мы были в самом большом таком центре, и в нем одновременно собираются две группы, две с половиной тысячи человек в каждой группе, на разных уровнях они, но одновременно где-то вот около пяти тысяч человек. И семинары были двухдневные, то в то время, когда мы находились там, то там были семинары один к другому, то есть два семинара одновременно. Например, с пятницы по воскресенье, в воскресенье уезжает одна группа, вечером в воскресенье заезжает еще пять тысяч человек, и они до вторника находились. Но мы из-за того, что группа иностранцев была за границей, мы находились там вот эти вот с пятницы по вторник, и две группы заезжали в это, в это большие, как бы такое вот, проводились семинары для присутствующих. И вот в этом объединении примерно находится около сорока таких центров для семинаров, для конференций, где проводятся каждые две недели заезды. И вот с разных регионов, с разных мест, с разных городов люди приезжают для того, чтобы услышать учения, для того, чтобы получить такое назидание, вдохновление, для того, чтобы общаться друг с другом. То есть вот в таком формате происходит общение у них. Очень скромно, вы знаете. Но что меня больше всего удивило, как бы вот я слыша все это, они говорили, что как бы территория была подарена церкви, потом они силами церкви все это как бы построили там здание, облагородили все. Но на самом деле это такая большая территория. И братья рассказывали, что для того, чтобы поддерживать работоспособность и порядок, и как бы обеспечивать все, что нужно, ну, начиная, например, кухни или охрану, там по периметру даже люди находятся, как бы дежурят постоянно, потом всех принять, кормить. То есть все вот это вот связано с принятием гостей. Примерно нужно 500 человек для того, чтобы вот этот большой конференц-центр, такой центр конференции поддерживать работоспособность. 500 человек. И нужно за два раньше приехать туда, обработать все от комаров, от змей, там они специально там проводят обработку, потом убрать там, там много очень растений, деревья растет, все падают ветки эти листья, то есть они все это два дня убирают, подготавливают все, подготавливают для приезда гостей. Так вот, на два дня приезжают обработать, потом люди заезжают, их нужно кормить, все, 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 в общем, вот эта вот работа. Вот эти люди приезжают, и это волонтиры. И вы знаете, интересно, что каждые две недели нужно группа волонтировать, 500 человек нужно, и вот у них настолько большое желание, стремление есть в сердцах, что они на полгода наперед записываются. У них там очередь на полгода наперед. Представляете, для меня это было как бы свидетельством того, что действительно, вот Дух Святой, когда совершает работу, когда действует в наших сердцах, то где-то внутри нас такое возникает желание и стремление служить друг другу, трудиться друг для друга, жертвовать многим. То есть вот я услышал такое свидетельство, и мне очень было приятно такое слышать, что Господь делает среди них. После пребывания вот в этом центре конференций, нас во вторник перевезли в город, мы поселили в гостиницу, и мы каждый день утром и после обеда, мы встречались с пастырями, пастырями обеднения нам преподавали занятия, уроки, мы могли задавать вопросы, за нас молились, за каждого из нас молились, и как бы передавали слово, которое было, ну то есть мы могли спросить любые вопросы, которые у нас были. То есть вот братья, они просто открыли свои сердца для того, чтобы быть доступными к нам, и мы были очень рады и благодарны за это, потому что у нас очень много, очень много часов с нами провели время, и старались, чтобы вот это время, оно было в назидание к нам. С утра, с десяти и до вечера. И вечером, каждый вечер мы имели возможность посещать церкви, поместные церкви. В том городе, где мы находились, я не знаю точно сколько там человек, может быть полтора миллиона человек, но там вот у них в штате в самом, в городе и в штате находится около 450 церквей. То есть очень, как бы так, в каждом районе города 10-15 минут друг от друга, пешком если идти, находятся церкви. И мы имели такое благословение посещать та же церковь, вот в том городе, смотреть, как у них проходит служение, ну и мы тоже могли делиться свидетельствами, что Господь делает среди нас. Во время поездки, вы знаете, я имел тоже благословение такое, познакомиться со многими братьями и сестрами тоже, которые вот были частью нашей группы. Всего где-то было около 34 человек в нашей группе с Москвы. Такая ревностная церковь, они собрались, они очень долго собирали деньги, купили себе. 16 человек с церкви приехало. То есть, в принципе, возможность такая была открыта. Кто желает, может просто купить билет, приехать, они позаботятся, там, все, что касается пребывания там, они берут это на себя. Транспорт, проживание, питание и вот время ихнее, они просто готовы служить этим. Так вот, с Москвы было 16 человек, с Одессы 2 человека, ну и с Америки у нас нескольких штатов было. С Миннеаполиса братья, с двух церквей были 3 человека с Миннеаполиса, с Клевленда, Огайя 3 человека, с Чикаго 2 человека. Я с Денвера был, с Вашингтона один человек, с Канады брат один, с Венгрии один, с Австрии был брат, и с Македонии 2 человека, ну и с Массачусетса один человек. То есть, с разных, знаете, церквей, с разной местности были, но это очень было приятно, общаться вместе с братьями и сестрами. То есть, мы очень были рады иметь такое общение. Друзья, то я хотел бы, хотел бы как бы подытожить, вот такое небольшое мой свидетельство, может быть, отчет такой, хотел бы подытожить, что мы будем, друзья, молиться, искать Господа, стремиться к тому, чтобы Господь вел нас, нашу церковь, да, использовал, давал духовные дарования, пусть Господь ведет, друзья. Это хорошее направление, это хорошее желание, вы знаете, Господь хочет нас благословить прекрасно, чудесно. Друзья, давайте молиться больше за молодежь нашу, за сосудов, которые Господь уже использует. Пусть Господь их очищает, пусть освящает, пусть приближает нас к Господу. Вы знаете, пусть многих и многих еще братьев и сестер Господь использовать. Вы знаете, будем стремиться, чтобы дарования, которые Господь будет посылать, они устрояют нашу церковь, они служат для нашего объединения, чтобы это все нас объединяло, сплочало, вы знаете, чтобы мы объединялись как одно целое. Будем, друзья, поддерживать также взаимоотношения с братьями, сестрами. Я познакомился с братом, пригласил его, он ответственный за Одесскую область, он епископ. Он будет рад очень посетить нас. Ну и многие-многие братья, которые вот там присутствовали, я как бы приглашал всех, пусть Господь благословит, чтобы они смогли приехать к нам. Но мы будем, мы будем поддерживать, вы знаете, связь с теми братьями, которые Господь использует в дарованиях. Мы будем очень рады слышать свидетельства, что Господь делает среди них. Пусть Господь благословит. Мы, я очень был рад вот участвовать в этом, в этой поездке. И я верю, что это будет всем нам как бы в назидание. То есть я очень сильно так ободрился. Слава Иисусу! И я хотел бы, друзья, поделиться словом. Словом, это давайте мы откроем. 1 Иоанна, 1 глава, 7 стих. 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ну, братья, вот я был вообще не в Бразилии, они говорили, что два столба, как бы, два основных учения, или вот, как бы, внимание на основные учения, которые очень, они акцентируют внимание. Это важность проповедования и важность силы крови Иисуса. И второе, это взаимоотношение нас как членов церкви, как тела Христова. То есть, вот это само понимание, как мы должны друг о друге заботиться, как мы должны обращать друг от друга внимание, как мы должны помогать друг другу, как тело Христова, как мы должны переживать друг за друга, молиться друг за друга. То есть, это тело Христова. И второе, очень важность уделять внимание учению и тому, что Писание говорит о крови Иисуса Христа. И вот я хотел бы немного поговорить об этом и напомнить вам, я уверен, что многие вещи, которые мы прочитаем сегодня, они знакомы нам, но тем не менее, знаете, как братья даже на братском заметили, говорят, что мало у нас проповедуется о крови Иисуса Христа, хотя это очень важно для нашей каждодневной жизни и хождения пред Господом. Вот эта важность крови Иисуса и то, что оно приносит нашей жизни, насколько это важно для нашей духовной здоровой жизни, потому что, знаете, это не просто учение, доктрина о том, что написано, как бы, знаете, есть вещи, которые мы обращаемся к теории, вот теория, то, что да, вот Писание учит об этом, да, Писание говорит об этом, да, Библия много уделяет ему внимания, и мы изучаем это как какую-то информацию, которая перечислена, но на самом деле, вы знаете, вот это учение, которым мы живем, это учение, которое в нашу жизнь приносит большие перемены, большую пользу в нашу жизнь приносит это. И если мы живем этим самым, мы тем самым приобретаем многие благословения, которые Господь предопределил для нас. И если мы на это не обращаем внимания, то мы очень много теряем, мы просто пропускаем, потому что нам доступны какие-то благословения, на которые мы не обращаем внимания, друзья. В Луке 11 глава 9 стихом там написано, что Иисус говорит, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите, творят. То есть вот эта мысль о том, что мы должны просить, понимая, какие благословения нам доступны, и приходя к Отцу Небесному и говоря, Господь, пошли нам эти благословения, то Господь приготовил для нас эти обетования, если Церковь Христова просит, Он, конечно же, пошлет. Написано евреям 11 глава 1-6 стих, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Это евреям 11 глава 1-6 стих. Друзья, то же самое Господь пошлет, чем людям, которые просят о Духе Святом. Если мы, например, молимся и просим, Господь, ты излени меня от Духа Святого, ты исполни меня Духом Святым, то Господь, конечно, будет посылать. Господь, конечно, будет наполнять наши сердца, не правда ли, друзья? Господь обещал, например, мы молимся в нашей молитве. Вот мы молились, Отче наш только что. Отче наш, сущий написал. И мы там молимся и говорим, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. О чем идет речь? О буханке хлеба, булочку какую-то, получше булочку. Да не об этом идет речь, друзья. Идет речь о духовном хлебе, о том, если мы ищем и просим Господа для того, чтобы Он послал, то, конечно, Господь будет давать нам, Господь будет посылать нам благословение, Господь будет изливать, наполнять наши сердца Духом Святым, посылать нам откровение, давать нам то, что нам нужно для нашего духовного человека, чтобы оно являлось нам назиданием, для того, чтобы оно вдохновляло нас и укрепляло нашего духовного человека. О каких благословениях мы говорим? Мы говорим, кто просит, тому Господь даст. Какие благословения Господь наш приготовил для нас? Вы знаете, что в первую очередь это, конечно, спасение. И когда мы говорим о спасении, мы говорим об очищении грехов. И мы прочитали это место, 1 послание Иоанна, 1 глава, 7 стих. Мы прочитали о том, что имеем что? В крови Иисуса Христа мы имеем прощение от всякого греха. Там написано, мы прочитали, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть это огромное благословение, братья и сестры. Это большое благословение. Когда мы исповедуем грехи наши, когда мы приходим к нашему Господу, то кровь Иисуса Христа очищает нас. И мы верим в то, что кровь Иисуса Христа очищает нас. Потому что мы просим о том, что Иисус очисти нас своей кровью, прости наш, наш разум, наши уста. Очисти нас, все наши грехи. И мы верим, мы принимаем верой в то, что кровь очищает нас. И кровь Иисуса убирает всякую преграду, которая стоит между нами и Отцом Небесным. То есть это огромное благословение, которое нам приходит через кровь Иисуса Христа. Вот это освящение, вот это чистота, она нам доступна через кровь Иисуса Христа. Давайте мы откроем Евреям. Это будет 10 глава с 19 стиха. Еще одно благословение, которое перечисляет Писание. Это Евреям, 10 глава с 19 стиха. То есть мы сказали, что первое благословение, которое нам доступно через кровь Иисуса Христа, это очищение от наших грехов. Второе, это общение с Богом. Евреям, 10, 19. Итак, братья, имея дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. «Будем держаться исповедание, упование неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, друзья, здесь написано, что Слово Божие нам открывает и говорит, что мы можем с дерзновением ходить во святое святых. Святое святых – это было место присутствия Господа. То есть мы можем входить в присутствие Божье смело. И тут вопрос даже не в смелости, в том, что я имею смелости или не имею смелости, но мы приобретаем эту смелость после того, когда мы окроплены кровью Иисуса. То есть фактически мы, не то, что мы набрались этой смелости, и мы входим в присутствие Божье, там, ну как, знаете, как... Это не в нашей смелости дело, друзья. А дело в том, что Иисус Христос совершил эту работу на Голгофе. И через пролитую кровь Иисуса Христа, мы, входя с этой кровью, очищенные, освященные, убеленные, мы входим с этой кровью в присутствие Божье, и Отец Небесный принимает нас. Мы сходим с кровью Иисуса, через кровь Иисуса Отец Небесный принимает. И вот поэтому мы имеем эту смелость, потому что Бог убрал эти преграды все через работу, совершенную на Голгофе. Господь убрал эти преграды. И мы можем входить в это присутствие, друзья мои. Он может очистить наш разум, наши эмоции. Он может изменить наши внутренние. Вот все, что мешает, это душевные преграды, духовные преграды. И все это Он делает через кровь Иисуса Христа. То есть вот это общение с Богом нас становится доступным. И мы можем прямо обращаться к Богу, и мы можем просить об этом. Господь, ты очисти, освяти, убери эти преграды, чтобы я мог иметь совершенное общение с тобой. Если мы склоняемся на колени, и мы чувствуем, у нас есть какая-то преграда, мы можем ходатайствовать и просить, Господь, ты своей кровью окропи меня. Как вот здесь написано в этом писании, в евреям. Окропи меня, Господь, убери всякие преграды. И мы сможем входить в присутствие Божие и иметь общение с нашим небесным Отцом. Итак, первое это было очищение от наших грехов. Второе было общение с Богом через кровь Иисуса Христа нам стало доступно. Третье, это победа над врагом. В Откровении, 12 глава, 11 стих, написано такое место. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Мы знаем, что мы победим нашего врага в конце концов кровью Агнца. Опять, не нашими какими-то делами, заслугами, но кровью Агнца приходит эта победа. Друзья, и словом нашего свидетельства. Вот эта вера, которая приходит от нашего общения с Богом. Вот эта вера в то, что Господь посылает это обетование и говорит, они победили кровью Агнца. Вы знаете, друзья, кровью Агнца, именно кровью Агнца. В духовном мире кровь Агнца имеет очень большую силу. И Господь проявит эту силу. И дьявол будет побежден раз и навсегда. Но сегодня мы можем одерживать победу над врагом, кровью Агнца. Будем призывать, будем молиться об этом. В этом заключена большая сила. Еще один момент, который связан с победой над врагом, это защита от врага. Защита от врага. Мы очень хорошо знаем эту историю, я уже не буду читать. Но в исходе, вот в 12 главе написано, каким образом Израиль при выходе из Египта, они одержали победу. Друзья, они одержали победу. Потому что защита была над ними. И в этом участвовало, если мы вспоминаем, мы вот будем и Пасху отмечать очень скоро. Но губитель не мог войти, ангел-губитель, который шел по всей земле, не мог войти в дом израильтян, тех людей, на которых был определенный знак. Когда ангел видел эту кровь на косяках, он должен был пройти мимо. Он не мог войти туда. По этой причине, друзья, когда мы молим, когда мы просим Господа покрыть нас кровью Иисуса, то мы призываем как раз, мы призываем вот эту защиту от врага. И дьявол, он не может, враг, он не может вот эти атаки, которые он запланировал, которые он хочет в нашу жизнь внести, тот вред, который он хочет в нашу жизнь принести, то это является защитой от его действия. То есть кровь Агнца, кровь Иисуса, она защищает нас от врага, от всяких замыслов. И это, вы знаете, может быть и в начале богослужения, может быть и по домам нашим, когда мы склоняемся на молитву, когда нам тяжело, трудно. То есть мы избегаем многих атак, многих нападок, которые дьявол хочет в нашей жизни, может быть, осуществить или производит. Кровью Агнца мы можем иметь защиту. Так говорит Писание. Следующее место, которое я хотел бы прочитать, это еще один момент очень важный, когда нам тяжело, когда нам трудно, это первое послание Петра, первая глава. Первое послание Петра, первая глава, 18 стих, 18-19 стих. Друзья, мы искуплены от суетной жизни и все, что связано с этой суетной жизнью. Вы знаете, очень много нас вот в этом мире как бы преследует и привлекает многие вещи. И оно превращается потом, вот эти вот влечения и желания наши превращаются в плохие привычки наши. Может быть, зависимости, может быть, какое-то непристойное поведение. Вот эта вот жизнь, вот в этом мире, в котором мы находимся, влечения и желания, мы потом замечаем, что через какое-то время мы находим в себя, что от некоторых вещей мы не можем вот просто так отстраниться. Отстраниться, вы знаете, что-то нами овладевает, и вот эти привычки вредные, мы можем от них освободиться и очиститься кровью Иисуса. И вот это место, оно подтверждает и говорит, что вы искуплены, очищены, освобождены, включая вот вредные привычки, включая вещи, которые нам не помогают приближаться к Господу. Вы знаете, кровью Иисуса мы очищаемся от всего этого. И если у нас в жизни мы находим какие-то несовершенства, какие-то вещи, которые мы смотрим, а мы на самом деле в плену находимся. Вот мы не можем, мы не можем удержать себя, мы смотрим, да, это мы, мы соглашаемся, да, это может быть плоское, да, это может быть ненужное, да, может быть, это не назидает нас. Но все равно мы это делаем. Друзья дорогие, через кровь Иисуса Христа мы можем одержать победу. Через кровь Иисуса Христа мы, приходя к Богу искренно, со всем сердцем, мы можем одержать победу даже над нашими привычками. Итак, друзья, в крови Иисуса Христа мы имеем очищение от наших грехов, мы имеем общение с Богом. Через кровь Иисуса Христа мы имеем победу над врагом, Мы имеем защиту от врага, мы имеем свободу от вредных привычек, зависимости, может быть, какого-то непристойного поведения. Когда мы полагаемся на нашего Бога, когда мы просим Его омыть нас, очистить, осветить, когда мы призываем кровь Иисуса, чтобы Господь окропил нас, это приносит большое благословение в нашу жизнь. И вы знаете, что? Через работу Иисуса на кресте, то, что Он сделал для нас, через эту святость, которая приходит нас в крови Иисуса, нам становится доступен Дух Святой, и Господь наполняет наши сердца, Господь исполняет нас Духом Святым, потому что Дух Святой может действовать только там, где сердце чистое, где для Него приготовлено место. Друзья, дорогие, для нас доступны большие благословения неба, и Господь хочет нас благословить. Давайте мы склонимся пред Ним, поблагодарим. Слава Ему! Аминь.